МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По 15% вылезли причины, это дорожно-транспортное происшествие. У нас 4 человека погибло и 19 тяжело травмировано. И нарушение требования охраны труда другими работниками, когда другой работник нарушает требования охраны труда, и его коллега страдает. По 12% снизилось у нас нарушение самими потерпевшими локальных нормативных правовых актов. Также 12% это необеспечение должностными лицами. Несоблюдение своих должностных инструкций. И также 12% это уже выросла у нас причина. Это эксплуатация неисправного какого оборудования, механизмов, транспортных средств и так далее. Опять же, 8% причин это нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Именно смертельного травматизма. То есть люди, опять же, употребляют спиртные напитки и получают производственные травмы. И по стране в целом и в регионе наблюдается тенденция по увеличению количества травм с тяжелым исходом, полученных на рабочем месте. Для Гомельщины это около 100 человек, а даже чуть больше. Какие причины первостепенно здесь? У нас 99 человек получили травмы с тяжелым исходом. Мне кажется, что причины, во-первых, их множество. Но основные, скажем, у нас же технический парк, оборудование, транспортные средства, особенно в сельскохозяйственных организациях, он с каждым годом устаревает. С каждым годом приходится все чаще его производить, ремонт и так далее. То есть здесь тоже одна из причин, потому что у нас работники получают травмы именно при ремонте оборудования, редко при эксплуатации, то есть при работе на оборудовании. Потом, конечно, это эффективное проведение вот этих всех инструктажей, проверок знаний, обучений. То есть когда работнику дается просто журнал «на, распишись», и никакие, грубо говоря, инструктажи не проводятся. Хочу сказать, что в ряде организаций сейчас уже пошли к тому, что инструктажи фиксируют на видеокамеру. То есть когда проводятся инструктажи, чтобы было, когда вдруг, не дай бог, несчастный случай, ли это, и работник не мог сказать, что мне не доводили какие-то требования безопасности, то есть данная фиксация. Отойти от этой формальности. Ну и постоянно работнику напоминать об этих требованиях. И, конечно же, тут человеческий фактор самого работника. Работник должен понимать, он должен, например, приведу вальщики леса, страдают по собственной, скажем так, нарушая требования охраны труда сознательно. То есть когда он спиливает, допустим, зависшее дерево, оно зависает на другом дереве. Правилами предусмотрено, что он должен применить трактор и лебедкой данное дерево положить на землю. Но опять же он потом поясняет, ну это же нужно идти трактор, цеплять трос и так далее. Я его быстренько бензопилой приземлю и все. То есть сознательно идет на нарушение, приземляет. Конечно, дерево падает уже, зависшее в разные стороны, он уже предположить не может, куда направление. И травмирует либо он, либо какого-то помощника, который ему помогает. И вот действительно, мы чаще говорим про ответственность руководителя. Может быть, пора задуматься об усилении личной ответственности каждого? Да, скажем так, департамент давно, ну, вносил в палату представителей неоднократно предложение, чтобы изменения внесли в кодекс. Сейчас, вы знаете, будет меняться кодекс административный по поручению главы государства, чтобы внести в него на пятилетку. Там и больше изменения, чтобы постоянно не менять. И мы вносим предложение, вот внесли предложение, областная прокуратура просила наше предложение. То есть, внести в статью 9.17 по нарушению требований труда, помимо должностных и уполномоченных лиц, работников. Происходят вот несчастные случаи, как я говорю, по вине другого работника, да. Он совершил какие-то действия, которые привели к травме другого работника. Почему его не наказать административно? Возникает вопрос. Поэтому я считаю, что, конечно, нужно к работнику, ну, его ответственность за соблюдение требований охраны труда все-таки повышать. И усиление ответственности такого плана, и личная забота о собственном здоровье, заботе о своей семье. Конечно. Работник, да, он должен понимать, он должен осознавать, то есть он не должен прийти и думать о том, как мне выполнить план, сделать больше деталей, ага, вот как, допустим, прессовщики, да, должно быть двуручное управление. А он вместо того, чтобы его применять, педалью управляет, потому что он так больше деталей сделает. То есть он не думает о последствиях. Работникам нужно постоянно напоминать, чтобы поменять их какое-то мировоззрение, чтобы он помнил, что дома его ждут сын, дочь, жена и тогда родные и близкие, и что он пришел на работу и должен уйти здоровый, то есть он должен сам заботиться о своей безопасности. Хороший повод задуматься. Спасибо за это интервью и успехов в делах.